Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Звезды Русского мира». Сегодня у нас в гостях действительно большая звезда Русского мира, но человек, который, конечно, не нуждается в представлениях, ее знают просто. Все это фигуристка, призер Олимпиады Ирина Слодская. Ирина, здравствуйте! Здравствуйте! Я могла бы еще очень долго перечислять, что вы общественный деятель, депутат, но все ваши грани, мы попробуем, не все, конечно, маленькую часть, раскрыть в сегодняшнем беседе. До начала интервью мы с вами начали говорить о том, что на вас хотят быть похожими очень многие девочки. Естественно, вы красавица, умница, победитель просто по жизни. Но я тут же вспоминаю фильм «Москва слезам не верит». Помните, когда она приехала к подруге на дачу и говорит, слушай, ну вот когда всего добилась, вот тогда больше всего плакать-то и хочется. Вот были такие моменты? Потому что на такие высоты просто в жизни достигаете. Нет, не было, потому что я, наверное, научила себя радоваться каждому дню, не огорчаться по тому, что было, не огорчаться по тому, что будет. Нужно жить сегодняшним днем, всегда себе ставить какие-то цели, всегда идти вперед и наслаждаться тем, чего ты достиг, и никогда не оглядываться назад. Вы знаете, сейчас очень модно различные тренинги по личностному росту. Мы с вами дети Советского Союза. Тогда об этом знать вообще никто не знал, какие тренинги. И все-таки вот какие-то секреты, которые, я понимаю, выработал спорт, образ жизни определенный, как не опускать руки. Потому что сейчас вот молодое поколение, психологи утверждают, существуют вот две такие категории. Либо они после уже школы в 17 лет, я, мам, я ничего не хочу, я не в институт не хочу никуда, либо он поступил с золотой медалью там в школу, все классно, и в 20 лет другой говорит, нет, ты знаешь, я, наверное, брошу все, поеду в Африку там черепаха спасать. Ну так если ему это доставляет удовольствие, спасать черепах, то зачем его заставлять становиться юристом условно? Я с вами согласна. Поэтому по поводу детей здесь вообще совершенно, наверное, разные истории. Я всегда какие-то цели, да, конечно, я где-то расстраиваюсь, безусловно, где-то даже бывает, что опускаются руки, потому что не знаешь, в каком направлении двигаться дальше. Потому что после Олимпийских игр пока еще я не нашла, и, наверное, я уже никогда не найду того выплеска адреналина, тех эмоций. Да, конечно, есть другие проекты, есть прямые эфиры, которые точно так же тебе щекочут нервы. Но вот такого, что весь мир на тебя смотрел, что ты понимал, что ты сейчас один в центре внимания, такого, наверное, больше в моей жизни не будет. И я наслаждаюсь уже совершенно другими эмоциональными выходами, совершенно другими мероприятиями, совершенно... Вообще весь мир стал другим, особенно еще после того, как дети родились. А по поводу наших детей, нашего поколения уже, я имею в виду сейчас поколение наших детей, они действительно другие, они действительно мыслят по-другому, у них действительно какие-то другие ценности. Иной раз, когда ты говоришь, послушай, сын, вот у тебя сейчас есть желание, да, ты хочешь в гражданскую авиацию, достигай этих целей. И они начинают их достигать, но когда впереди какое-то препятствие, да, они сразу думают, а зачем мне нужно его преодолевать? Я обойду или вообще не буду само разрешиться. То есть в детях это есть. И может быть, те наставления, которые мы им даем, они не особо срабатывают. Может быть, нам, родителям, наоборот, нужно присмотреться и понять, что ребенку интересно, а не нам интересно. Я хочу, чтобы он в хоккее стал чемпионом условно, а он говорит, мама, я вообще вон в небо хочу. То есть вот моя ситуация, я не хочу туда. Ваша средняя дочка, она же катается, если я не ошибаюсь? Она катается, но опять она начала в одиночницах, ей так нравилось-нравилось, пошли первые трудности. Она говорит, нет, мам, я пойду в танцы. Я понимаю, что если ребенку на душу это не ложится, то зачем я буду ее ломать? Для чего? Сколько знаю таких случаев, когда люди работали, они получали какое-то 10 высших образований, юристы, экономисты, а становятся актерами. Потому что душа именно там. Получить образование, наверное, да, это правильно, это должна быть та профессия, как мы считаем, взрослые, которая позволит ребенку встать на ноги, работать, зарабатывать. А душа не там. Все равно, когда тебе работа не приносит удовольствия, да лучше и не работать. И миллионы-то не нужны будут, когда ты ходишь и тяготишься каждый день. Лина, как и когда вы поняли, я так понимаю, что очень рано вы поняли, что спорт – это дело вашей жизни. Вот когда пришло это осознание? Нельзя однозначно ответить на этот вопрос. Не было такого, что я проснулась и поняла, все, спорт – это моя жизнь. Все шло постепенно. Я не знала какой-то другой жизни, я не понимала, как существовать в других обстоятельствах. Поэтому я равномерно достигала определенных целей. И, наверное, только к 20 с лишним годам я поняла, что это моя профессия, это мое призвание. И я понимала, что с этим я, видимо, буду до конца своих дней. Хотя тоже где-то, наверное, ошибалась. Наш телеканал называется «Русский мир». Мы вещаем не только о стране, но и далеко за ее пределами. И нас смотрят наши соотечественники, эмигранты, те, кто там живут. И в связи с этим мне хочется спросить у вас. Отношение к русским непростое. Особенно в последнее время. Хотя, если мы вспомним Александра Сергеевича Пушкина, он, кстати, уже тогда писал, что к русским всегда, знаете, предвзятое отношение, и всегда Запад как-то воинственно к нам настроен. Еще в XIX веке. Дорогие друзья, это было. Но, тем не менее, сохранять сегодня. И на примере спорта мы видим вот эту несправедливость, которая есть. Но я хочу спросить о людях, которые сидят на трибунах, которые встречают. Вот вообще ваши ощущения. Вы объездили весь мир. И вы знаете, как относятся люди-неполитики к русским и к России? Люди разные. Так же, как и у нас в стране, и в других странах. Где-то тебя принимают очень тепло, где-то немножечко попрохладнее. Здесь нельзя всех гриппсти под одну гребенку. У меня во время спорта было много друзей американцев. И в то же время в той стране все были против меня. То есть здесь вот такие интересные ситуации. Я очень люблю Японию. И знаю, что Япония спортсменов вообще очень любит. Но в то же время находятся люди, которые негативно отзываются. Здесь нельзя сказать, что только к русским такое отношение. Где-то более тепло встречают. Где-то два прихлопа, три притопа. Это очень чувствуется. Где-то сумасшедшая энергия. Где было тяжело? Прям тяжело было. Я не знаю. Наверное, меня жизнь как-то так воспитала, что я вообще люблю людей. И стараюсь не замечать какого-то негативного настроя. Конечно, фактически никто там в лицо тебе не говорит гадости. Хотя, вы знаете, эти гадости чаще всего ловишь. Чаще от своих, нежели чем от чужих людей. Ты понимаешь, просто выходя на Олимпиаду в Америке, я понимала, что зал сидит и жаждет победы своей. Это логично. Понимаете? И в то же время я говорю, что у меня друзья американцы, с которыми я по сей день общаюсь. У меня одна из лучших подруг. Она эмигрантка. Она уехала давным-давно в Америку и живет там. И до сих пор мы с ней на связи. И сейчас по ситуации пишу, ну что там у тебя? Поэтому, если смотреть спортивное отношение, то во времена моего спорта на том континенте победить было фактически невозможно. Сейчас совершенно другая ситуация. Там вообще нету бизнеса, скажем так, фигурно-катательного. Но он есть в восточных странах. И Россия впереди планеты всей. И за Россию борется, наконец-то. Поэтому я все же, наверное, живу с тем, что давайте в людях видеть хорошее, и тогда жизнь будет раскрашена яркими красками, и все будет замечательно. Ирина, если бы вы не были фигуристкой, кем бы вы были? Какую бы профессию выбрали? В детстве очень хотела стать хирургом. Ох, как сейчас так то. Ой, какое счастье, что я не в профессии. Я очень уважаю медиков, но рада, что медиком не стал. Это очень-очень сложная, очень опасная профессия, очень ответственная. То есть ты должен быть предан своему делу, ты должен быть фанатом своего дела. Поэтому хорошо, что я в телевидении, в бывшем спорте. Вот, кстати, про телевидение. Закончился большой спорт. Как вообще сразу вы поняли, куда идти, чем заниматься, и какой новой себя вы видели? Наверное, здесь тоже сработал случай, так как один сезон мне пришлось из-за болезни пропустить. Не целый, но фактически весь сезон. И очень хороший один мой знакомый просто меня, можно сказать, заставил пойти в школу телевидения. Видимо, он предчувствовал, что ждет меня телевизионная карьера, поэтому я отучилась в школе телевидения параллельно со спортом. И когда спорт закончился, мы очень плавно перетекли в телевизионный проект. Но я уже имеючи, можно даже так сказать, образование, имела опыт общения с камерами, потому что очень много фильмов про меня снимали, когда я была в спорте. У американцев была традиция, что перед каждым чемпионатом мира, перед Олимпийскими играми они приезжали в Россию, целые команды, я не буду называть каналы, самые ведущие каналы американские. И про каждого претендента на победу, на медаль, они снимали короткометражный фильм. Но нужно было... И это было как маленькая подложка перед выступлениями. Мы пункты все, мы все пункты. За несколько дней просто до соревнования они показывали полноценно этот фильм, ну, минут на 20, наверное, как от календаржа. Перед соревнованиями делали такие небольшие вставки, нарезочки. И эта работа занимала порой несколько дней, когда камера с тобой с самого-самого утра, то есть ты просыпаешься, они тебе тук-тук в дверь, ты открываешь дверь, все стоит. Инстаграма еще не было, а камера уже здесь, с оператором. Да, ты с ними работал, ты ходил с ними, ездил по Москве, снимал маленькие синхроны, рассказывал и про себя, рассказывал, и были тексты, которые ты немножечко учил. Ну, то есть реально настоящие фильмы. Поэтому до того момента, когда я начала работать в кадре, имела уже небольшой опыт, но мне было сложно лишь потому, что формат этого шоу никто пока не понимал. Мы впервые работали через суфлер в ухе. Если бы мы уже, скажем так, шли по накатанной, то было бы проще. Конечно, мы уже понимали, как, куда, к какой камере. То есть я, умея общаться с камерой, умея говорить, мы пытались совместить, пытались слепить этот проект телевизионный. И, конечно, было сложно всем, потому что у оператора было одно видение, у редактора другое, у нас третье. И мне было очень сложно работать в паре, потому что достаточно длительное количество лет. Я отработала одна, и единственное, что мне пришлось учиться, это взаимодействовать с партнером, ну а все остальное говорила я хорошо. Общаться со спортсменами мне всегда было о чем, меня даже всегда тормозили, потому что количество моих вопросов энтузиазма ему хватало на пятерых. Плюс еще, конечно же, я следила за выступлениями, то есть всегда находила, что сказать. То есть вот этого в кадре у меня, слава богу, никогда не было. Вот вы часто развенчали миф о спортсменах, потому что, да, все же как думают, что спортсмены – это люди, которые не умеют говорить, не умеют работать на камеру, и мы видим совершенно другую сторону. Ну, опять, все люди разные. Конечно. Меня родители всегда подталкивали на то, чтобы я училась, я очень много читала, папа мне всегда читай, читай, читай. Любое мое путешествие было, полчемодана у меня занимали книги, потому что на тот момент электронного варианта еще не существовало, или были совсем какие-то новомодные гаджеты, которыми мы еще не умели пользоваться. Поэтому вся моя юность и молодость проходила в обнимку с книгами, я училась, я закончила три института, четвертый я не доучилась, хотя он мне дал очень много, скажем так, толчок в литературу, еще один толчок в литературу. Что это за четвертый институт? Я в театральном институте училась, а вы знаете, там энное количество литературы и зарубежную. То есть вы хотели стать актрисой? В какой-то момент да. Попробовала себя на сцене, наверное, это чем-то схоже с выходом на ледовую арену, просто немножко в другой стезе. Но как-то я перегорела, я училась индивидуально, все же театральный институт это большая семья, где ты должен существовать с самого утра до самого вечера, взаимодействовать со своими коллегами, разучивать различные этюды. Так как я училась фактически одна, и мне не представлялось труда сдать русский танец или классику. Мне, конечно, очень хотелось быть интегрированной в группу для того, чтобы быть частью этого прекрасного процесса, но время мне не позволяло, потому что я могла уехать на полгода сначала в Россию, в Турне, в Америку, в Европу, в Японию. Дома у меня фактически не было, поэтому с этой мечтой пришлось расстаться, но отучилась я там четыре года. Слушайте, мы почти закончили. Да, мне не хватило совсем немного. Прям совсем чуть-чуть. Ну, я не жалею, потому что понимаю, что, наверное, в ту профессию я бы просто не пошла. Телевидение оселили, получилось, на этом не остановились, пошли дальше. На сегодняшний момент, вот, может быть, я сейчас что-то упущу, но помимо школы фигурного катания, которая у вас есть, есть некоммерческая организация, вы еще и депутатом, МОСОБУДУМА. Да? Да. Мама, жена. Не забываем это. Внимание, товарищи. А как все успеть, простите? На это есть четкие графики, на это есть коллеги, помощники. У вас просто, да? Вот он прямо. Да, у меня все расписано. Как проходит день? Вот один день, просто расскажите нам. Во сколько вы встаете? Во сколько ложитесь? Сейчас я встаю очень рано, я встаю в пять, в полшестого. Самое позднее, наверное, в шесть, потому что ребенок у меня совсем еще маленький. Она особо расслабляться не дает. А так, если это день совсем рабочий, то есть с заседанием фракции, думы, а, ну я так и встаю где-то в шесть, в шесть тридцать, потому что где-то в шесть тридцать, в семь уже могу выехать, в зависимости от пробок на дороге. Помимо всего, я успеваю заезжать нечасто в свою школу. Она от меня совершенно в другом конце Московской области. Плюс еще я путешествую с своей некоммерческой организацией. У нас есть потрясающие проекты по скандинавской ходьбе. Кстати, вот второй по популярности запрос в Яндексе Ирина Слуцкая – ходьба. Да. Я об этом вообще отдельно хочу поговорить. Я люблю спорт, конечно, не так сильно, как вы все-таки, но на своем любительском уровне. Я все время, я все больше и больше вижу людей, которые занимаются скандинавской ходьбой. Я думаю, в чем вообще прикол? Расскажите. Во-первых, я, наверное, хочу похвастаться тем, что все же я приложила свою руку к тому, чтобы эта ходьба остановилась как можно популярнее, то есть к ее популяризации. Уже семь лет мы развиваем этот вид физического... Это, наверное, все же не спорт, больше физическая активность, хотя мы уже и соревнования проводим, международные этапы. Я поначалу... Вообще, очень интересная история получилась, потому что мы работали на льду, на пластиковом синтетическом льду, давали представление деткам с сахарным диабетом, и после этого выдали коньки и сказали детям, идите катайтесь. Родители попрятали детей, сказали, нет, 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 вы что, нам нельзя, у нас диабет, у нас врачи-энтогринологи стояли, мы говорим, да нет, наоборот, давайте, мы же здесь рядом, если что, мы поддержим. И когда взрослые увидели, что у детей были потрясающие результаты, это нормализация сахара, он даже начал немножко снижаться от физической нагрузки, взрослые подошли и сказали, а мы-то чем можем заниматься, вот у меня диабет и у меня диабет, а одно из осложнений диабета, это ожирение, и люди достаточно тучные были. Я поняла, что предложить им встать на коньки, но это убийственно. Да, конечно. Пойти, предложить им фитнес, в каком-то фитнес-клубе, ну, опять, это лишние затраты, которые бьют по карману, не каждый может себе позволить. И банально, нет в этом какой-то идеи. Ну, и опять, понимаете, там бассейн, кто-то с внешним видом чуть пышной формы, уже стесняются туда ходить, опять-таки, у кого-то какие-то есть свои недомогания, по определенным причинам не могут. И мне случайно кто-то на очередном мероприятии говорит, а ты попробуй палки, я говорю, ой, палки. Я говорю, что я спортсменка, видела я эти палки еще 20 лет тому назад в горах в Италии, люди ходили, все это пи-пи-пи-пи-пи. На меня инструктор посмотрел, говорит, да ты попробуй. Я говорю, ну ладно. И женщина-инструктор начала мне рассказывать, как мы же как-то пошли, как на лыжах. Говорит, это неправильно, это неправильно, палка так, рука так, там же еще эта перчатка, этот темляк, да, здесь руку отпусти, разожми, будешь, начать сосудистую систему еще тренировать. Я похихикала, похохакала, прошла с нескольку кругов, отдала палки, говорю, все здорово, спасибо, до свидания. Ну, народ посмотрит, еще 7 лет назад все искосо смотрели. Конечно. Вернулась домой, на следующее утро просыпаюсь, понимаю, что я не могу руку поднять. Думаю, что случилось? Я помощнику говорю, алло, слушай, у меня сзади болит, спереди болит, тут болит. Я говорю, что произошло? Он говорит, да ну не знаю, с палками походила. Я говорю, ну не смешно. Мы опять, как инструктура, что произошло? Он говорит, ну вот я рада, что так произошло. Я начала рассказывать, что оказывается, во время ходьбы задействовано порядка 90% мышц. девочки же, они вообще любят пощебетать. Мы тренируем дыхательную систему, потому что не просто ходим, а еще и разговариваем. Мы тренируем сердечно-сосудистую систему. У нас из-за палок разгружается коленный сустав, тазобедренный сустав, поясница. То есть я понимала, что именно этот вид физической активности я могу предлагать людям, которым противопоказан бег, спорт и куча различных в продолжение еще видов спорта. Северная ходьба фактически не имеет противопоказаний. Она доступна, что тоже отвечало моим запросам, потому что по 5, по 6, по 10 тысяч, даже по 3 тысячи рублей в месяц не каждый может позволить себе выбросить. Не нужно никакой специальной униформы, это не коньки, которые тоже стоят, либо ты покупаешь пластмассовые, которые могут просто навредить, либо ты покупаешь хорошие, но это тоже уже цена кусается. Ты занимаешься на улице, и все вот это в совокупности меня безумно заинтересовало. Я начала про северную ходьбу узнавать, и после этого у меня были организованы школы по северной ходьбе для людей с сахарным диабетом. Они показали и принесли потрясающие результаты. Еще плюс, если ты регулярно занимаешься, их правильно питаешься, ты можешь похудеть. Северная ходьба способствует похудению. Сказка просто. Да, и когда у меня одна женщина с диабетом похудела на 12 килограммов, хотя меня изначально принимали, пришла красивая, тут здоровая, когда я рассказываю, что я вынуждена все равно принимать определенные медикаменты, что мне тоже это все очень сложно дается. Вот когда кто-то у меня похудел на 12 килограммов, люди плакали, плакали от счастья, сказали, мы никогда не будем бросать эту ходьбу. И это становится нормой жизни, и люди действительно влюбляются. Сколько надо проходить километров? А вот здесь, пожалуйста, тоже все зависит от ваших физических способностей. Изначально люди ходят по 20-30 минут, хотя в среднем считается минут 40. А потом кто-то начинает усложнять дистанцию, удлинять дистанцию, увеличивать скорость, увеличивать количество часов, увеличивать количество дней в неделю. То есть для начинающего совершенно нормально три раза в неделю, минут по 30-40, плюс еще разминочка, заминочка. Но опять, даже если это не имеет противопоказания, если кто-то хочет начать заниматься, все же это все равно физическая нагрузка. Сначала к врачу. Вот к врачу, к терапевту, чтобы давление померили, чтобы если есть какие-то заболевания, а у людей старшего возраста частенько присутствуют, пожалуйста, получите всю свою терапию, потом берите инструктора, чтобы не навредить, потому что неправильная ходьба может навредить. И вперед. А для молодежи, которой стало тоже много, что меня очень радует, мы проводим сейчас соревнования, активные соревнования. Кто-то ходит уже даже в марафоны, у нас есть экскурсионные маршруты. Поэтому на любой вкус и цвет, на любой возраст, пожалуйста, берите. Ирина, вы так вкусно об этом рассказали, что не знаю, дорогие друзья, как вам, а мне очень хочется попробовать скандинавскую ходить. Присоединяйтесь. Будем присоединяться к этому движению. Ирина, больше хочется поговорить сейчас о вашей такой чиновничьей стороне жизни. Когда вы поняли, что хотите идти во власть? Когда пришло это осознание? Либо просто судьба вас направила, и вы уже по течению поплыли? Наверное, это был уже следующий шаг в моей карьере. До того, как я избралась в Московскую областную думу, я поступила в Российский государственный социальный университет на факультет государственного и муниципального управления. То есть мне очень интересна была эта сторона. И как-то вот с течением обстоятельств, я живу в Московской области, и очень многие люди подходили, просили о помощи здесь, ну, уважение, вы же можете. Я начала черпать всю информацию, я начала разбираться в том, как это все существует. Параллельно я училась в институте, и поразвучало предложение, не хочешь ли. И я подумала, что, наверное, было бы интересно работать на благо жителей Московской области. И подала документы, как одномандатник подала документы, и приняла участие в избирательной кампании. Прошла. Ирина, какие законы вы продвинули? Вы знаете, это коллективная работа. Действительно коллективная работа. Я не могу сказать, что я одна. У нас комитет, я работаю в комитете по охране здоровья, труда и социальной политики. Это один, мне кажется, из самых сложных комитетов, потому что очень много обращений пожилых людей, и многодетных много, и социально, скажем так, незащищенные слои населения. Это все у нас. Плюс здравоохранение, которое хочется, чтобы было лучше и лучше день ото дня. И, конечно, все законы, они направлены на то, чтобы было комфортно жить. Мы принимаем законы по выплатам, какие-то федеральные законы, которые спускаются к нам, законы, которые губернатор редактирует. Где-то законы по защите прав трудящихся. Это труд. И это все коллективно. У нас каждую неделю есть комитеты, в которых мы садимся, смотрим, какие есть вопросы, какие есть обращения, и предлагаем какие-то свои правы к закону. Также у нас много очень выездных комитетов. Мы ездим по нашим городским округам сейчас уже, в муниципальном образовании сейчас уже городские округа. Мы смотрим на места, какие есть проблемы. Также их корректируем. Очень много вопросов по нехватке, по закупке медикаментов. Это тоже корректируется именно нами. Если кто-то думает, что депутат – это тот, кто мягко сидит в прекрасном кресле. Комфортненько. Да, комфортно. В Московской областной думе. Хочу сразу огорчить и разочаровать этих людей, потому что каждую неделю, несколько дней, неделю. Мой директор прекрасно знает, отданный под то, что я езжу по своим поселениям, которые меня избирали. Я встречаюсь с моими избирателями. Очень много вопросов. У меня есть приемы, постоянно ведутся приемы. Сейчас в данной ситуации это приемы онлайн. А так в каждом поселении я проезжаю, приходят люди. И каждый со своим вопросом. Кто-то с землей, кто-то с ЖКХ, кто-то со здравоохранением. С образованием приходят? Хоть я понимаю, это не ваша область, но тем не менее, мне очень интересует. Очень по-любому вопрос. Онлайн образование. Я вас сейчас спрашиваю, не как депутата, а как маму. Вы как относитесь к онлайн образованию? Потому что наверняка вас тоже коснулось, когда был карантин, и ребенок учился дистанционно. Как вы пережили? Потому что страна тяжело переживала. Я категорически против онлайн образования, и везде про это говорю. Я за то, что были дополнительные образования онлайн, так как мы, в принципе, и занимаемся. У меня ребенок дополнительно занимается математикой, иностранными языками. Все это идет онлайн. Но основное обучение должно быть в школе. Ребенок должен быть социализирован. Ребенок должен уметь общаться. Ребенок должен уметь отвечать на вопросы, поставленные педагогом в присутствии других ребят. Ребенок должен быть коммуникативным. Он должен уметь жить в той среде, в которой живет школа. Если это временно, но мы, конечно, это пережили, я надеюсь, что нас к этому не вернут. Но, во-первых, это ужас у родителей. Хорошо, когда есть возможность, когда есть несколько компьютеров, когда есть несколько комнат, и дети параллельно... Я живу, скажем так, в деревне, да, и у нас с интернетом часто бывают действительно большие проблемы, поэтому мы через телефон все это подключаем. Но, понимаете, у меня есть возможность. Один компьютер мужа, другой ноутбук мой. Мы рассадили детей по разной комнате, но когда они одновременно из двух комнат начинают кричать, мама у меня не подключилась, один кричит, я не могу звук, другой кричит, я не могу видео включить. Хорошо, ребенок старше, ему почти 13 лет, он как-то более мобильный, а маленькая в свои 9 вообще ничего не понимает. И ты сидишь с каждым, ты все это настраиваешь. Галдеж полнейший, потому что, ну, детям-то это все... Знаете, как сказать, да, по их жаргону, по приколу им все. Родителям вообще не по приколу, это ад. Я говорю, хорошо, если есть сеть, если есть два компьютера, но нам еще повезло, нам, если что, в школах выдавали, то есть был опрос, у кого нет, школа выдавала на дом компьютер, но это наша школа, а если это глубинка, как мы видели видео, когда выезжали на столбах, дети учились, это просто беда, другого слова нет. Поэтому, ну, я считаю, и дети не могут, я не знаю, у них есть, конечно, вундеркинды, у меня дети не вундеркинды, я их очень люблю, для меня они самые лучшие, но они не вундеркинды. И у меня ребенок, особенно старший, он очень подвижный мальчишка, он вообще, наверное, недели две просто не мог понять, что происходит, это как, знаете, компьютерная какая-то игра, и что за это выставляют еще и оценки. Там, через какое-то время это все встало на рельсы, поехало, и они поняли, да, надо это ушло время, и когда ребенок в электронном дневнике увидел там 10-20 двойку, он говорит, это что? Я говорю, это ты не отправил вовремя, а это ты не успел, а это ты не смог, а здесь компьютер завис, так далее и тому подобное. Знаете, тогда они взялись за голову и начали учиться. А у младшей, я вообще не поняла, как они учились, у них полтора часа в день, и все. Я говорю, подождите, вы учитесь каждый день с 8 утра до часу дня, а здесь с 8.30 до 10. И все отучились. Ну, то есть для меня это был ад, и я думаю, что для 90%... Для многих родителей так же. Скажите, пожалуйста, а что для вас значит русский мир в широком смысле этого слова? Вот это словосочетание, русский мир. Традиции, культура, ну, вот, наверное, это и есть основа. Язык русский наш, который почему-то у нас уходит, и слушая нашу молодежь, мне становится больно слышать какие-то перевернутые английские слова, которые уже вошли в наш образ жизни. Когда мои дети со мной общаются на том языке, половина которого я уже говорю, это что? А это как? А это зачем? А это почему? То есть наша культура, наш язык, красивейший язык. Наша литература, которую мы забываем, наш кинематограф, который тоже уходит, к сожалению, уже на второй план, вперед выходят совершенно другие компании, другие фильмы, где творит жестокость, правит, убийство. Хочется добра нашего русской, нашей русской души хочется. Если мы еще как-то можем наши блюда сохранить, хотя нас тоже вытесняют то суши, то карбонара, условно. Вот в совокупности это мир, это наша природа, потрясающая природа, красоты нашей тайги, красоты наших морей. Все то, что почему-то затирается и уходит ценность. И очень здорово, когда родители, вот наше с вами поколение, наши бабушки, еще хоть как-то в головы наших детей вкладывают, наши русские сказки, они не вытесняются Диснеем, добрые русские, русскую душу, поступки русские. Настолько, знаете, как говорят, да, ведь Россия, матушка, это открытая душа. Вот если этого не будет, это будет очень грустно. Ирина, спасибо вам большое за то, что вы сегодня к нам пришли. Вы ярчайший представитель многонационального, многоконфессионального русского мира, звезда русского мира. Спасибо вам огромное. Спасибо. До новых встреч. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова